5 октября во Владивостоке стартовал фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend. В этом году в рамках образовательной программы в Приморскую столицу приехали эксперты в области кино и музыки. Сегодня мы поговорим с гостей из Москвы и узнаем, что нового интересного расскажут горожанам на фестивале. А у нас в гостях сегодня Екатерина Дементьева, главный редактор интернет-издания о культуре и развлечениях Афиша Дэйли. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. В первую очередь хочется сказать с прибытием по Владивосток. Добро пожаловать. Вы первый раз в нашем городе и вы только самолета практически. Да, я первый раз и первый час. Вот. Этот первый час прошел крайне успешно. Что-то уже интересное было? Я увидела, что весь город находится на очень разных уровнях и отовсюду открываются удивительные виды. И это очень интересно, когда в городе такой рельеф, где везде сюрпризы. Вот. Ну, пока все взгляды приезжих притянуты к океану, вот Мейкеш тоже. Прилетели вы на фестиваль Beat Weekend? Да. Вообще говоря, фестиваль Beat Weekend в эти выходные на самом деле самая амбициозная, мне кажется, конструкция, поскольку есть Beat Film Festival, фестиваль документальных фильмов о музыке, культуре, городах, которые придумали мои друзья и которые, ну, честно говоря, мне всегда казалось, что это будет какая-то очень маленькая история, потому что, ну, документальные фильмы могут собирать, ну, мне казалось, 100 человек, 150 человек. То есть такая история, как юные синефилы, собрались посмотреть фильмы «Новые волны» и «Черно-белые» в какой-то видеотеке. Ну, вот. Но я совершенно ошибалась, поскольку это превратилось в огромную историю. И в Москве мероприятия Beat Film собирают тысячи человек. Они всегда проходят с вечеринками, с лекциями, с какими-то классными обсуждениями. Вот. И поскольку они придумали проводить одновременно в десятки городов, ведь фестивали не могут поехать сами везде, то они придумали высылать такие команды амбассадоров, которые, с одной стороны, и как-то комментируют немножко фильмы этого года, ну, и, собственно говоря, поддерживают тот, поддерживают ту дискуссию и ту вечеринку с разговорами вокруг музыки и культуры, ради которой, ну, это все и затевалось. Вот. А вы в Москве уже выступали с лекциями или проводили какие-то круглые столы, наподобие того, который у вас, кстати, пройдет завтра, мы об этом еще поговорим, ну, вот именно в рамках фестиваля Beat Weekend? Ну, да, в целом, в общем, в Москве можно сказать, что не проходит примерно ни одного летнего вечера без того, чтобы на разных площадках не происходили круглые столы. И это, как бы, еще одна вещь, на самом деле, довольно удивительная. С одной стороны, есть интернет, и все доступно, и вы можете читать в библиотеках любые книжки и изучать абсолютно любые видео, и мы это делаем, но иногда нам нужно напоминать. Напоминание о том, о важности учиться, о важности разговаривать, спорить с другими людьми, вот. И, собственно говоря, для этого почти все площадки Москвы тоже делают публичную программу, вот. И, в принципе, это все нужно для такой встряски и напоминания самому себе, что, там, ну, сегодня вечером, там, я не смотрю сериалы, там, и не пью вино с друзьями, а я иду кого-то слушаю. Это не означает, что это какое-то суперзнание, и после этого, там, человек не становится совершенно измененной видой неузнаваемости, вот. Но это то, ради чего... Ну, то есть, вот сейчас, например, есть такой упрек, что люди ходят в кафе и не разговаривают, и смотрят в телефоны. Зато в какой-то момент они откладывают телефоны и только и делают, чтобы полтора часа у них такое, как фитнес, они разговаривают. Вот. В этом, собственно говоря, смысл, и, мне кажется, это здорово. Ну, вот завтра, мне кажется, во время вашего круглого стола вряд ли кто-то достанет телефон, если только что-то записать или сфотографировать, потому что у вас завтра достаточно большая команда, скажем так, выступит в библиотеке БУК, да, с нашими представителями музыкальной индустрии. Вот. О чем вы будете завтра общаться с гостями, что можно будет услышать на круглом столе? Все так. Ну, смотрите, существуют такие очень традиционные способы поддерживать, вообще говоря, какую-то культурную повестку в городах, и в этом чаще всего, и я знаю, что в Владивостоке с этим все хорошо, что у вас были кинофестивали, что вы поддерживали кино, что там режиссеры специально приезжали и у вас снимали. И, например, все мои представления о Владивостоке сформированы фильмом «Сказка про темноту» с Алисой Хазановой. И, в общем, понятно, что про кино думают вообще очень много где в России. Вот. Еще довольно много думают про искусство, и я знаю, что сейчас проходит Владивостокское биеннале. Вот. И я собираюсь обязательно пойти посмотреть, не знаю, там, все ли проекты или несколько. Есть, там, у вас прекрасный фестиваль «Верокс», про который мы знаем, и который в целом очень круто придуман, как и вообще очень много чего, что придумывает данный автор. Вот. И есть такая вещь, про которую, ну, вроде как говорят в основном, когда нужно показать какой-то сюжет про наркооблаву или когда, не знаю, нужно в сериале показать, где главный герой знакомится с какой-нибудь девушкой. Ну, то есть как бы клубы почему-то в российской поп-культуре, ну, если их показывают в кино, то там или какие-то пьяные люди вот нарушают личное пространство других людей, вот, либо там происходит, там, какое-то маски-шоу. Вот. Хотя, ну, на самом деле, работая в афише, в общем, я твердо убедена, что на самом деле бары и клубы, они в целом, ну, будучи очень городской историей, они и есть такие тоже маленькие точки притяжения в городах. Потому что мы, ну, знаем, тут, наверное, и надеюсь, что никто не обидится, там, мы знаем, как прекрасно выглядят какие-нибудь ближневосточные столицы, где есть там восхитительные торговые центры, великолепные, безупречно сложенные площади и фонтаны, но там нет культуры, по которой там молодые студенты могут собраться, выпить пиво, вот, и обсудить, там, не знаю, условно, там, последний клип какого-нибудь арабского фараона, вот. Вот, и такие города, где есть хорошо устроенные, там, не знаю, плацы и парки, выглядят в целом грустно, а все студенческие города, в которых эта жизнь есть, выглядят весело, вот. И при том, я говорю сейчас там не обязательно о Берлине, там, и... Клубная столица, собственно. О Нью-Йорке, ну, и о мегаполисах, которые в целом, вот эти вот плавильные котлы, и привлекают самых разных людей, и, собственно, за это существует. Я говорю о приятных студенческих городах. Это, например, Тулузы во Франции, вот, ну, город, явно не ассоциирующийся, ну, как бы, с тусовками в первую очередь. Но именно из-за того, что там очень много студентов, и для них придумано очень много мест, там есть такая негромкая, но очень живая культура, там, тысячи каких-нибудь таких странных рок-клубов, там, какие-то электроники, вот. И во всем этом, ну, приятно находиться, и ты чувствуешь, что к молодости здесь относятся уважительно и непотребительски. Ну, то есть, там, безусловно, город Портланд, который стал такой альтернативной столицей хипстеров, там, и кофе, и разные прекрасные музыки, это тоже, в общем, ну, город, который не представляет из себя, ну, практически вообще ничего. Он такой немножко на Атшибе, там тоже, вот, примерно, как в Владивостоке, они прокачивают, там, свою тему, там, Pacific North Fresh, вот, любят ходить в походы в горы и все такое прочее, вот. И там это все поддерживается, вот. Ну, и, соответственно, когда мы говорим об этой культуре, ну, ее тоже интересно изучать в каких-то разных фрагментах, то есть, почему она делает города такими прекрасными. То есть, почему, например, Берлин, опять же, стал такой вот очень приятной клубной столицей Европы, где, в том числе, там, мэр города, губернатор, по-моему, называется, в Берлине, поддерживает клуб Бергхайн, вот, и достаточно бережно к нему относится. И в какой-то момент, ну, там, иногда, например, им проще закрыть глаза, там, на толпу людей, которые, там, весело шатаясь, выходят в метро в 6 утра, поскольку, ну, на самом деле, никакого вреда эти люди не приносят. А, наоборот, счастливо живут, выбрасывают энергию, находят друзей, не находятся в одиночестве, в изоляции, там, не сидят, опять же, в интернете бесконечно. Вот, а как-то вообще социализируется? Помимо, абсолютно не вместо, а вместе с выставками кино и всем остальным. То есть, собственно, завтра это и станет предметом, да, обсуждения, как я понимаю? Ну, да, это, в общем, про то, что в какой-то момент нужно... В какой-то момент, например, вот я сейчас проехала на такси из аэропорта и увидела афиши, там, Жека, там, Трофим, Левс, вот, окей, где-то фараон, слава богу, там, певица Луна. Вот, ну, в конце концов, на самом деле, если просто прочитать вот язык этих афиш, то кажется, что, ну, какая-то развлекательная шоу индустрии Владивостока, по крайней мере, и уличная часть, говорит нам о том, что она нацелена на такого немолодого таксиста, который идет послушать немного своего любимого Жеки. Скажем так, очень провинциально все. Ну, на самом деле, это же отчасти, ну, на самом деле, это просто разница в калибрах, так, на самом деле, в Москве, в общем, тоже. Ты видишь, что там в Кремлевском дворце выступает тот же Левс, там, и Стас Михайлов, вот, просто, ну, они выступают там на большой сцене, вот, а не в сцене поменьше. Вот, и, безусловно, даже в этом мы видим отсутствие поддержки, которую должны получать молодые музыкальные объединения, молодые промоутеры, которые должны возить других промоутеров. Ну, в общем, строго говоря, интересно бывает там, где возникает целая комьюнити. То есть, условно говоря, почему там в Москве там все любят говорить там про клуб Солянка или там про Арму. Вот, не потому что там были особенно хорошие дискотеки с замечательным звуком и дорогими диджеями, а потому что вокруг этого создавалось комьюнити, вокруг этого возникали люди, которые, ну, в целом учились работать и делать разные вещи, поскольку в некотором роде клубы – это в целом такие институты по продюсированию, в принципе, любых мероприятий. Ну, то есть, отчасти, там, поэтому команда Армы, ну, строго говоря, например, там есть объединение Силы Света огромное, ну, то есть, на самом деле, само по себе, может быть, не очень огромное, но делать огромные мирового уровня проекты. Это они подсвечивают, там, делают мэппинг на здании Большого театра, научившись, ну, и, ну, хорошо, может быть, не научившись, но для красного соса, скажем, что они настраивали лазеры на Армии, и теперь они открывают медгала в Нью-Йорке, потому что вот они освоили эти технологии. Вот, таких примеров очень много, что, там, не знаю, есть прекрасное, там, опять же, агентство Serio Tactics, которое делает теперь, ну, концерты очень большого уровня, там, например, недавно в Москве они делали фестиваль To Work Open, где было очень сложное шоу Major Lazer, там, с какой-то бесконечной машинерией, летающими лентами, вот, сложной хореографией. Ну, то есть, в целом, такие вещи люди учатся делать, начиная с какого-то, с какой-то маленькой комнаты, где один человек вышел и решил поставить музыку. Вот, и это очень здорово, это надо поддерживать. Вот, безусловно, в таких случаях невозможна государственная поддержка, вот, и государство должно просто никогда не мешать, вот, таким историям. У меня еще есть несколько вопросов, мы обязательно к ним вернемся, сейчас прервемся ненадолго. Мы идем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем беседовать с главным редактором Афиши Дэйли. Екатерина, мы как раз закончили на теме того, что клубы и бары, в принципе, они становятся какими-то альтернативными площадками для других проектов. Вот, мне очень интересно, почему так происходит. То есть это тенденция. И, кстати, еще вот вопрос о том, что клубы, в принципе, по-моему, сейчас отходят на второй план, на первый выходят именно бары. То есть даже некоторые бары уже называют себя бар-клуб, либо просто бар, вот, а клубов становится все меньше. Так ли это? Ну, просто экономически клуб содержать очень трудно. Это трудно делать, собственно, даже в Москве, вот, где есть люди, которые способны, там, заплатить за коктейль 600-700 рублей, и где, там, можно найти, не знаю, там, не знаю, спонсоров и все такое прочее. То есть это в целом трудная история. Вот, с барами, мне кажется, тут есть несколько у меня заготовок на этот счет. Во-первых, есть, например, прекрасный пример из Новосибирска, где есть бар-френдс, который, строго говоря, сделали новосибирцы, поработавшие в Москве, там, условно, там, в какой-то финансовой компании, вот, заработавшие деньги, страшно уставшие, и решившие вернуться в Новосибирск, и лучше сделать там лучший коктейльный бар в Сибири, вот. Что было несложно, поскольку в Сибири не было никакого, вот, например. И, собственно, они как-то за несколько лет его сделали, поэтому бар-френдс сейчас, там, входят в списки лучших баров мира, там, их бармен побеждает в международных конкурсах, вот, и все такое прочее. Но это как бы соушел-клаб, хотя начинается все со стойки, где, а в офисе, там, не станцпола. Вот. Тем не менее, ну, как бы, это может вырасти где угодно. Если, там, в ресторане есть диджей, который, я не знаю, там, страшно увлечен рогатоном, там, там, дикий знаток, главный, единственный в городе, коллекционер редчайших пластинок, и к нему приходят другие люди, и они знают, и он становится местной достопримечательностью, то это и есть то место, где, как бы, прорастает что-то еще, кроме, там, просто продажи, там, еды и алкоголя. А, ну, речь, собственно, об этом. Просто можно слушать какую-то меломанскую радиопередачу, а можно собираться вместе и как-то вокруг этого танцевать, потому что понятно, что в центре всего этого, ну, находится музыка. Вот. Еще вопрос про региональные тогда, наверное, бары. Вот вы ездили по другим городам России, и чем там бары отличаются от баров в Москве и в Петербурге? Может быть, даже не сами бары, а, скорее, ночная жизнь и люди, которые туда приходят? Может быть, возраст людей? Ну, в Москве, если честно, мне кажется, очень плохие бары, поскольку они очень дорогие, вот, и не то чтобы как-то дико интересные. Это, впрочем, не относится к всевозможным крафтовым барам, которые хотя бы похожи на, ну, какое-то реалистичное место, куда все ходят. Вот, зато все очень хорошо в Петербурге, где, собственно говоря, приятных заведений, раньше были десятки, сейчас натурально сотни, вот, и они выглядят как дружелюбные места, где, ну, там, от тебя не требуется как-то, не знаю, там, знать владельцев или вообще как-то себя вести или о чем-то беспокоить, а где ты можешь просто спокойно выпить и поговорить. Я, честно говоря, не очень много всего знаю про клубную жизнь в регионах, но я была в нескольких местах в Казани, где очень хорошо. Там есть довольно знаменитый клуб «Соль» и еще одно какое-то место, в котором висит неоновая вывеска «Молодость», хотя он совершенно вовсе не называется «Молодость». Вот, и в целом это еще один пример, как в городе, где очень много студентов, вполне процветают места, там, ну, там есть какие-то очень внятные арт-директора, которые приглашают все время классных диджеев, и это не уступает, там, московскому или петербургскому клубу, они не хуже придумывают, то есть, может быть, они не могут привести какого-то зарубежного очень мощного диджея, но, на самом деле, его и в Москве сейчас далеко не все могут привести. Вот, и ничего страшного в этом нет, поскольку, ну, там, вот, обмениваться, там, на уровне России, Украины между городами тоже можно, вот, и много всего интересного получить. Вот, ну, еще есть традиционно сильный в этом смысле город Екатеринбург, там, где есть тоже клуб Дом Печати, который все знают, и там, если ты куда-то приходишь, кто играет, чувак из Дома Печати, все такие, ну, типа, наверное, классный. Ну, то есть, как бы, есть вещи, которые становятся на слуху, вот, то есть, есть места, которые становятся известны несколько дальше пределов. Вот, я не знаю, потому что, мне кажется, ну, у вас здесь должно быть какое-то свое комьюнити, которые перемещаются, там, в Владивосток, Хабаровск, Петропавловск, вот, просто понятно, что, как бы, столько, сколько стоят сейчас билеты, вот, трудно себе представить, как абсолютно регулярной основе, вот, люди могут ездить сюда. То есть, условно говоря, например, Петербург сейчас стал столицей главных больших фестивалей. И там происходит Present Perfect, там происходит, там, Нобель и все такое прочее. Вот, и есть, можно очень легко себе представить, как человек сорвался и на выходные уехал. Ну... Но не из Владивостока. Нет, простите. Вот, как раз к вопросу о привозе диджеев, да, и музыкантов. Преимущество Владивостока в том, что к нам могут приезжать деятели, там, из музыкального мира, из Азии. Этому подтверждение Верокс. То есть, у нас больше 50% это азиатские музыканты были. Но все равно люди продолжают сетовать на то, что из Европы, да, из Запада к нам сложно кого-то привезти. Может быть, у вас есть совет, то есть, продолжать ли нам там добиваться того, чтобы и делать все для того, чтобы к нам приезжал кто-то из Запада, или все-таки сконцентрироваться на музыкальной индустрии в Азии, и оттуда кого-то привезти? Ну, я не знаю, просто, условно говоря, там, я понимаю это сетование, потому что там одно дело, когда к тебе приехал там какой-то классный японский диджей там с сайта Resident Advisor, там какой-то, не знаю, там, самый главный диджей 2018 года авансом, вот, и немножко другое дело, когда, ну, там, как бы к тебе приехал, просто потому что вы соседи, это, ну, есть все-таки некоторая обида. Я не знаю, мне кажется, что, ну, в конечном итоге, если, ну, как правда, вот, например, Петербург, в котором просто такой успех, ну, это вообще не очень богатый город, это не Москва, где, ну, никто не может себе позволить перевозить никакого европейского диджея каждые выходные. Да, в общем-то, куча прекрасных баров, их не могли себе позволить никогда вообще, вот, а вообще Финляндия, там, это в три часа езды, вот, и это правда не помешало абсолютно там никакому бару Мишка стать легендарным студенческим баром, опять же, вот, мне кажется, там, может быть, был один раз какой-нибудь иностранец, и то в качестве посетителя, вот, то есть, мне кажется, это вообще, ну, правда, не важно, вот. То есть, можно, скажем так, использовать ресурсы, которые у нас есть, да, и сделать из этого свою фишку. Обязательно так и надо делать, ну, то есть, главное же сейчас поддерживать атмосферу и создать, ну, такую атмосферу, в которой люди, ну, правда, могут находить себе друзей, как бы это громко не звучало, а не именно, ну, то есть, там, все приятные места, это, ну, тебе там должно быть просто приятно подмигнуть, там, другому человеку и поднять бокальчик, вот, и это места, в которых тебе еще с кем-то интересно обсудить музыку и все такое прочее. Ну, невозможно купить какого-то артиста, который бы обеспечивал эту атмосферу. На этом должны работать хозяева и украшать свое место, улучшать его, ну, делать его своими руками. То есть, например, московский клуб «Рабица», к сожалению, сейчас закрывшийся, ну, кажется, потихоньку строящийся в другом месте, это, ну, абсолютно место, которое сделали, там, построили своими руками, там, 10 человек плюс волонтеры, вот, никого не нанимая и ни на что не рассчитывая. Очень интересные у нас разговоры, но, к сожалению, наше время подходит к концу, и мне бы напоследок хотелось, наверное, спросить про планы во Владивостоке, то есть, куда бы вы пошли первым делом, куда вы пойдете, в какой бар или, возможно, клуб, есть ли какие-то места, про которые вам уже рассказали? Я в целом настроена на какую-то меланхоличную долгую прогулку мне посоветовали, вот, на пляж съездить, и в ботанический сад еще почему-то, ну, и на остров Русский я все-таки должна попасть, вот, но, на самом деле, все москвичи страшно мечтают о поселе Владивосток, вот, и, ну, просто это такое путешествие, которое нужно долго планировать, потому что, как бы, а, где Владивосток, то лучше хочется и на природу поехать, вот, а, то есть, это такой и городской отдых, и еще нужно спланировать какой-то отдых с палатками, то есть, в некотором роде, то есть, похоже на путешествие в Исландию, только кажется круче. Очень лестный такой отзыв для Владивостока в сравнении с Исландией. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо вам. Спасибо за интересный разговор. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова